Добрый день, уважаемые коллеги! Знаете, у меня не отчёт сегодня. То есть я когда готовилась к выступлению, я так постоянно делаю и переписываю много раз, потому что я должна понимать, что каждый сидящий, который в зале сидит, да, будь то любое собрание любых там депутатов, я перед ними тоже очень часто люблю выступать, я должна понимать, что вы хотите что-то услышать. Ну что вот каждый, который сюда пришёл, он для себя какие-то моменты должен отметить. Вот я хочу сказать по своему опыту, я не была никогда в политических партиях, да, и в организациях не была, но такой опыт социальной работы, он у меня имелся. И я всегда задавала, когда мне говорили, ну видели многие, что я очень активна, о том, что я двигаю очень много там социальных проектов, мне сразу пытались подтянуть куда-то политическое движение или партию. Я всегда задавала вопрос, ну а какой мне смысл как человеку быть с вами, или зачем мне нужно участвовать, быть с вами в движении, да? И в своём сегодняшнем докладе, ну вот даже сложно назвать докладом, я бы хотела, чтобы, может быть, это было какое-то общение даже с вами, с присутствующими, я бы хотела постараться найти тот ответ для вас, для каждого, зачем всё-таки вступать в общественные организации, будь то это Свободный Донбасс, либо Донецкая Республика, и какая роль этих общественных организаций вообще в политической жизни вот этой страны, что мы с вами делаем и какая перед нами стоит цель. Сейчас я попытаюсь технически разобраться, как тут переключать кадры. Мы с вами все голосовали на референдуме. За что же мы всё-таки голосовали? Вот я взяла этот документ вчера и попыталась вынести отдельные пункты. Мы бы хотели, чтобы это было демократическое, народное, суверенное государство. Мы бы хотели, чтобы здесь соблюдались права человека. Мы хотели, чтобы было здесь превосходство социальной справедливости, верховенство права и гарантия жизни, свободы и достоинства других прав и свобод. Это то, за что мы с вами голосовали на референдуме. Если можно, садишь? Вот тут вот такие цели, которые мы бы видели, может быть, для реализации Свободного Донбасса. Это не полный их перечень. Здесь нет какой-то градации этих целей. Я считаю, что мы должны с вами работать над этим списком. Мы должны понимать всё-таки, какие цели мы перед собой ставим. И когда мы что-то делаем потом, будь это какое-то мероприятие или съезд, или любые наши социальные проекты, мы тогда говорим о целесообразности. Насколько то, что мы делаем, приближает нас к тем целям, которые мы с вами заявили. Вот эти цели, я думаю, что мы дополнительно сделаем какой-то раздел на сайте. И мне бы хотелось, чтобы во всех ячейках, любого уровня, шло обсуждение этих целей. Постоянно. То есть мы их можем корректировать. Каждый из вас может говорить о том, что, а давайте мы сейчас возьмём вот такую нишу или такой проект, и мы его подтянем. И, например, у вас есть какая-то идея, как его реализовать, и вы предлагаете механизм, как его реализовать. Этот кадр взят из другой презентации. Это то, с чем я выступала на Народном Совете. Это было две недели назад. В чём этот кадр? Я хотела найти какие-то документы, в которых была бы отражена наша стратегия, нашего государства. Я бы хотела бы осмотреть какие-то программы экономического развития и так далее. То есть здесь структурно вы можете просмотреть по уровням. Это стратегия экономического и социального развития ДНР. Мы всё-таки должны понимать, куда мы движемся и что, какие критерии мы выставляем для себя прежде всего. Это программа экономического и социального развития ДНР на краткосрочный период. Естественно, мы все понимаем, что сейчас очень тяжёлый период. Период послевоенный, период становления нашей республики. Но какие-то засечки, после того, как мы цели поставили, какие-то критерии оценки эффективности государственного управления мы уже должны выдвигать. Сейчас будет отчёт министров. Если вы знаете, через многие информационные источники и так далее, мы говорили о том, что мы собираем вопросы, которые граждане хотят задать сейчас нашей исполнительной власти, депутатам, главе республики. Те вопросы, которые мы хотим задать. Естественно, мы их вынесем на парламентские слушания, на народный совет, и мы их зададим. Сейчас формируется пул таких вопросов. Также отдельно я вынесла разработка проектов отраслевых или региональных программ. Вот здесь нужно вообще полнейшее ваше участие. Почему это важно? Если говорить о какой-то территории, например, наши депутаты работают в комитете по сельскому хозяйству. Мы ездим по тем районам, где в приоритете сельское хозяйство. Вот мы двигали несколько законов по сельскому хозяйству, да, и вот какого-то комплексного видения в ДНР пока еще нет. То есть есть наметки. И вот здесь нужно ваше максимальное содействие для того, чтобы эти такие программы появились. Это здесь и продуктовая безопасность, что очень важно для нас. И мы прекрасно знаем, что, например, овощеводством здесь практически никто никогда не занимался, но в каких-то промышленных масштабах. Мы понимаем, что вот уже мы ощутили на себе эту блокаду со стороны Украины. И у нас там многие продукты стали очень дорогие, имеется в виду помидоры, огурцы. Но на нашей территории мы можем это выращивать. Также здесь речь идет и о региональных программах, потому что вам на месте, вам виднее всего, что именно нужно поменять, что именно в вашем округе лучше всего сделать, какую программу развития вашего города или вашего района лучше предложить. И я вам хочу сказать, что многие администрации, они как раз идут на то, чтобы взаимодействовать с такими людьми, которые предлагают какие-то идеи. Не просто ходят и говорят, а вот тут плохо, а вот тут вы не восстановили. Давайте ваши идеи. Мы готовы их на любом уровне поддерживать и помогать вам их реализовывать. Если говорить о сложных районах, те, которые были по этой Горловке, понятно, Дебальцево, Углеворск, можно назвать еще районы, там есть программы по восстановлению теперь этих регионов после военных действий. Понятное дело, что несмотря на то, что у нас вроде бы как по Минску мир, но мы знаем прекрасно, что идут очень большие серьезные обстрелы. И ваше участие здесь очень важно тоже. Нужно понимать о том, что понятно, что есть государственные программы по восстановлению социальных проектов, но нужно собираться вместе, возможно, какие-то еще дополнительные проекты объединяться. Где-то государство может помочь строительными материалами. Но это вы понимаете, что это ваша школа, она для ваших детей. Объединились, пошли, какой-то участок сделали. Перейдем все-таки к тому, что уже ранее мои коллеги говорили. Это все-таки, чтобы не было такого отрыва, что вот депутаты, мы не знаем, что они делают, мы нет понимания того, как ими управлять. По большому счету мы бы хотели выстроить такую структуру. Граждане, ну по большому счету, это те активные люди, которые живут в нашем государстве. Граждане приходят в общественное движение. По большому счету вы уже пришли, вы уже этот первый шаг сделали. Общественное движение, оно делегирует. То есть вот депутаты Народного Совета, это если посмотреть наше закон о статусе народного депутата, то общественное движение может отозвать этого депутата. Есть такая процедура. А также мы, то есть у нас пока что этой ступени не было, но нужно понимать, что оно очень скоро будет, когда из всех вас, вот сидящих в этом зале, нам нужно будет выдвигать кандидатов на главу администрации. А эти выборы, они скоро, да? Возможно, через время будут сформированы какие-то депутаты местного уровня. И уже сейчас, смотря, наблюдая за вашей работой, как вы активно включаетесь в процесс работы свободного Донбасса, мы уже сейчас эти списки формируем. То есть мы видим о том, что такая уникальная возможность, не как это было ранее, там, не буду приводить пример партии регионов, ну партии раньше, да, о том, что как было, невозможно было попасть в депутаты. То сейчас это практически уникальная возможность сформировать именно такой народных депутатов. И тем людям, которые хотят работать, которые понимают, как это нужно делать, которые представляют какое-то количество людей, зайти в представительский орган власти. Соответственно, после того, как вы нам делегировали, то, что сейчас работает общественное движение, делегировало нам полномочия, и мы стали народными депутатами, что мы можем делать? Мы можем отстаивать проблемы, которые озвучиваются, или те политические программы, или те цели, которые ранее были по кадрам. Мы можем отстаивать. Мы взаимодействуем и с исполнительными органами власти, и с судебной ветвью. Она так у нас ещё не очень сформирована, но в этом направлении тоже идёт серьёзная работа. Опять же, всё выносить, те проекты, о которых я ранее говорила вам, на законодательный уровень, отображать их в законах, отображать их в каких-то программах. Ну, если говорить об общественном движении, то всё-таки общественное движение обеспечивает взаимосвязь государства с гражданским обществом. Функции — это представительство властных структурах и представительство именно социальных интересов, это выявление и согласование групповых интересов граждан, на придание им политических требований и целей. Общественные движения выполняют электоральную функцию, функции политической мобилизации, отбор и воспитание политических лидеров. Вот в следующем кадре я бы хотела чуть-чуть на двух остановиться. Это вот подготовка кадров для выдвижения, то, что я вам уже говорила. Сейчас есть в Донецкой Народной Республике, на самом деле, есть кадровая проблема. Вот она есть не по той причине, что у нас людей толковых нет. Да, не есть. Есть у нас понимание того, что есть кадры с опытом, но вот об их лояльности говорить тоже отдельно стоит, и рассматривать эксклюзм, вот того, насколько они вообще лояльны. Есть молодые кадры. Молодым кадрам им не хватает опыта. И мы все время, прежде чем принять какое-то решение, ну, например, такой вопрос стоял в повестке, когда мы говорили о назначении судей. Наши депутаты входили в политикационную комиссию, которая рекомендовала главе судей. И этот вопрос тоже обсуждался. Какие критерии мы выставляем с вами? То есть это будет опытный судья, у него будет там 20 лет опыта стажа, да? Ну, он работал тогда, и мы не были довольны его работой. Или сейчас мы говорим о новых, да? Придут новые молодежи, да, которые иначе мыслят, которые за справедливость, которые не будут брать взятки. Ну, не будет этому суде хватать опыта. Там иногда, ну, сложные вопросы он рассматривает. И вот здесь нужно такую, сказать, как бы золотую середину. И для нас очень важно, что через наше общественное движение, когда люди проходят, мы все-таки смотрим, а какой ваш уровень, да? Вы уже пришли, это значит уже, что вы вояльник Донецкой Народной Республики, вы понимаете о том, что это молодое государство, и нужно работать над его строительством вместе. Мы смотрим вашу квалификацию. И постепенно через общественное движение мы формируем такой кадровый потенциал для Донецкой Народной Республики. И потом люди, которые поработали какой-то период времени, мы понимаем о том, что, ну, вот, они соответствуют этим критериям, мы стараемся, естественно, продвинуть дальше на какие-то должности. И второй момент, я вот так же о нем говорила, это все-таки площадка для выработки программ социально-экономического развития. Вот у нас есть опыт Евгения Орлов, который сидит в президиуме, да, вот он уже собирал таких несколько сообществ, когда до того, как выносить какой-то законопроект, а он требует какого-то экспертного анализа, экспертного сообщества. И именно оценки тех людей, которые же будут пользоваться этим законом. Понятное дело, что у нас есть правоприемственность украинской законодательной базы. Но мы же сталкивались с ним, мы же знаем, что там недоработано. Понятно, у нас есть дело, есть вектор гармонизации нашего законодательства с законодательством Российской Федерации. Потому что это основной из векторов, куда мы стремимся с вами. А для себя мы хотели бы взять лучшее. Лучше и то, чтобы не только было теоретически, но и работало. Поэтому задача наша с вами — это сбор вот таких вот сообществ, все-таки людей, которые будут потом с этим законом работать. Это могут быть рабочие заседания, это могут быть более расширенные конференции на обсуждение этого закона в проектах. Мы бы хотели все-таки выстроить такую работу, чтобы до того, как мы голосовали этот закон, мы его могли обсудить с вами. Вы могли внести туда максимально много изменений, которые вы посчитали нужными. Я, опять же, заканчивается год, и у нас выступает исполнительная власть, министры с отчетами. Также есть такие отчеты и глав администрации на местах. А как их оценивать? То есть как подойти? Хорошо он работал или плохо? И этим вопросом мы тоже задавались. То есть мы рассматривали опыт Российской Федерации, там есть порядка 40 критериев на то, чтобы оценить, как работает муниципалитет. Они достаточно сложные, они в определенном периоде. Мы там как бы пересмотрим, возможно, будет что-то введено. Но вот я отдельный такой критерий, я его все-таки выделила, и именно тот критерий — это удовлетворенность населения как критерий эффективности органов местного самоуправления. Это то, что вы думаете о работе вашего главы. Это очень важный момент. Давайте на примере. У главы есть определенный бюджет, он ограничен. И у вас есть разрушенная школа и разрушенная больница. Ну, скажем, поврежденная. И глава вам честный. И всегда будут, если глава примет сам это решение, всегда будут люди, которые скажут, почему ты больницу не восстановил? Или другие скажут, а вообще, ты школу не восстановил? А если этот вопрос будет вынесен на обсуждение, и тогда граждане смогут сказать о том, что, ребята, все понятно, но у нас эта школа одна. А если мы ее не восстановим, то дети в другую будут там за 40 километров ездить. Или вы сейчас скажете о том, что у нас эта больница, она первостепенная. Здесь мы с передовой нам подвозят ребят, и мы их тут лечим. Поэтому восстановление этой больницы — это самое важное. И я бы, наверное, хотела все-таки, чтобы общественная организация «Наша свободная Донбасс» являлась таким инструментом для вас, для того, чтобы ваше мнение и ваши проекты доносить и помогать вам их реализовывать. И в завершении кадр я этого не сделала, но как-то читала одну книгу и вынесла для себя эту фразу. И когда готовилась к этому выступлению, мне бы хотелось вам ее озвучить. Это такая фраза с небольшой притчей, когда однажды ученик спросил у старца, долго ли ждать перемен к лучшему. А этот вопрос задают многие. Тогда старец ответил, если ждать, то долго. Нужно действовать.